Теория самодетерминации Которые нужны человеку для поддержания высокого качества мотивации в самых разных делах Эти условия находятся под сильнейшим влиянием окружения человека Мы можем поддерживать или же усугублять вовлеченность человека в его дела Это особенно ярко проявляется в школе Ни для кого не секрет, насколько от учителя зависит то, полюбит ли каждый конкретный школьник учебу Самодетерминированный человек – это тот, кому не нужен внешний пряник или кнут для проявления активности Такой человек действует по своим внутренним причинам и сам регулирует и процесс деятельности, и ее цели Например, самодетерминированный ученик будет сам выбирать предметы, которые ему особенно интересны Будет ходить на дополнительные кружки, участвовать в олимпиадах И все это потому, что для него самого это важно или просто-напросто интересно А не потому, что родители так сказали или за этим последует какая-то награда Согласно теории самодетерминации, каждый человек с рождения имеет стремление исследовать окружающую среду Учиться и расти в знаниях и навыках Очень важно в школьных условиях поддерживать этот естественный интерес Но в реальности мы часто сталкиваемся с иной картиной Учителя стараются, чтобы как-то зарядить энергией вялых или почти безразличных к урокам учеников Где же это врожденное стремление учиться и расти? Исследования показывают, что внутренняя мотивация действительно снижается с возрастом В подростковом возрасте многие ученики теряют былой интерес к учебе Однако дело не в самом возрасте Авторы теории утверждают, что проблема лежит в нынешней стандартной системе образования Она построена в основном на внешних наградах И почти никак не учитывает удовлетворенность тех базовых психологических потребностей В автономии, компетентности и связанности с другими людьми Есть множество факторов, которые могут подавить удовлетворение этих потребностей Это чрезмерный административный контроль, жесткая учебная программа Или отсутствие поддержки со стороны родителей и учителей То же самое касается и учителей Потому что мотивация к работе сказывается и на учениках В многочисленных исследованиях в рамках теории самодетерминации Изучается, как отдельные учебные действия или правила Как качество взаимодействия учителя и ученика влияют на благополучие и мотивацию Примером может быть исследование того Как объяснение смысла выполнения конкретного задания Помогает в мотивации, вовлечении и обучении ученика Даже когда выполняемая деятельность относительно неинтересна Важность выводов для тех, кто работает в области образования Заключается в том, что когда учителя пытаются найти способы повышения мотивации учащихся В ходе относительно неинтересных учебных мероприятий Они могут успешно это сделать, разъясняя ценность поставленной задачи Один из способов помочь учащимся оценить то, что они могут счесть неинтересным Это дать обоснование, которое выявит скрытую ценность урока Поможет учащимся понять, почему урок действительно стоит их усилий Почему можно ожидать, что урок может быть полезным для них в будущем Идеальные школы по модели самодетерминации фактически не существуют в природе Но если бы мы представили такую школу То мы бы увидели, что в ней ученики сами решают, как проводить свои дни Фундаментальные предпосылки идеальной школы просты Что все люди любопытны по своей природе Что самое эффективное, длительное и глубокое обучение происходит тогда, когда его начинает сам учащийся Что все люди творчески настроены И что им позволяют развивать свои уникальные таланты Что смешанные по возрасту классы способствуют развитию всех учеников И что свобода является необходимым условием для развития чувства личной ответственности Создание качественного мотивационного климата для учителей и учащихся – это задача не из простых Однако эмпирические исследования благополучия одно за другим показывают, что усилие того стоит Теория самодетерминации предлагает критически взглянуть на устоявшиеся образовательные традиции И ее практическое применение сосредоточено на том, как директора школы и учителя могут способствовать удовлетворению этих потребностей И возвращению ученикам их изначальной самодетерминированности Подробнее о типах мотивации и базовых психологических потребностях мы поговорим в отдельных видео Субтитры создавал DimaTorzok